Для нас с вами, братья и сестры, нет никакого трудного вопроса в том, что говорит Павел, например, что, допустим, блудники Царства Божия не наследуют. Там перечисляется целый ряд грехов, там идлослужение, воровство, пьянство. Там, говорится, нет места в Царстве Отца и Светов для людей, которые порабощены греху. И у нас сердце соглашается с этим, мы не спорим с этим. Но Евангелие имеет свойство совершать некие откровения на местах такие, которые кажутся простыми. Сегодня только что мы прочитали, надеюсь, вы слышали, но мы это повторим по-русски, то, что по-церковно-славянски прочтено было. Мы узнаем сегодня такую очень важную и странную вещь. Для того, чтобы оказаться человеком, прогневавшим Бога и немогущим войти в Царство и лишенным наследия в Царстве Христа, не надо иметь тяжелых грехов. Некий богатый человек собирает, накрывает стол, собирает большую трапезу и зовет к себе избранных, зовет к себе людей, которые хочет видеть там. И они, как будто договорившись, отрицаются все. У нас есть такие понятия, теории большого заговора. Для того, чтобы творить грех, не надо людям договариваться. Они и так вводимые этими лукавыми духами и собственными похотями. И со стороны кажется, что они договорились. Такое впечатление, что люди действительно договорились Бога раздражать, что они составили какую-то тайную организацию. И, понимаешь ли, делают все против евангельских заповедей. Вот сказано так, сделают наоборот. Сказано вот так, значит, наоборот сделают. Создается впечатление, что у нас существует такая огромная заговорческая организация нарушителей божественного закона. Не надо договариваться для того, чтобы стать Божьим врагом. Оно само собой происходит. Благодаря лукавому и нашим похотям, и страстям. И вот люди, будто бы договорившись, отказываются идти на званые на брак по очень хорошим причинам. Ну, скажем, человек, типа фермер, землю купил, нужно ее посмотреть. Ну, работы много у человека, земля требует внимания. Реально требует. Другой Волов купил. Ну, по-нашему говоря, например, купил человек себе сельскохозяйственную технику. Трактор, сейлку какой-нибудь, там, комбайн. Нужно проверить, посмотреть, там, смазать, найти шофера, там, найти механика, чтобы они эту технику эксплуатировали. Ну, дела у него. Хорошие дела у человека. Третий женился. Что плохого? У него своя радость, свои удовольствия, свои друзья, своя трапеза, свои празднования. И они, будто бы договорившись, отказались все прийти на эту особенную трапезу. Значит, дома владыка прогневался. То есть его гнева хватило. Говорит, поклялся, что никто из этих званых не войдет к нему на брак. Это означает, братья и сестры, чтобы прогневать Бога, не надо грешить. Мы потом доживем, может быть, до недели страшного суда и опять прочтем эту революционную мысль о том, что в аду будут находиться не те, кто творил грехи, об этом вообще говорить не стоит, а те, кто ничего доброго не сделал. Никого не одел, никого не накормил, никому в тюрьму не пришел, никого в больницу не посетил. Все. Вы ничего не сделали. Не нужно искать грехов в человеке. Я не делал ничего плохого. Да не надо ничего плохого делать. Да просто не делай ничего хорошего. Хватит этого. Все, пошел вон. Тебя Господь видеть не хочет. Бог прогневался на тех, кто отказался прийти к нему по якобы уважительным причинам. Это же наш портрет. Вот приходит, например, лето, весна начинается, приходит какой-нибудь божий человек, одуванчик, говорит, у меня дача. Единственный день, когда я могу пойти в земле поковыряться, воскресенье. А можно я не буду ходить в воскресенье? У меня дача. Ну, дача у меня. Ну, вот тебе евангельская притча сегодняшняя. Землю купил, иду посмотреть ее. Прошу тебя, не злись, имей меня отреченно. Я не приду к тебе на званный ужин. Я валов купил, я жену по ях. Я там что-то еще сделал. Прошу тебя, не обижайся, я к тебе не приду. И поэтому храмы, которые должны быть битком набиты, пустые, полупустые, там еще кое-где можно похвалиться. У нас есть народ. А кое-где просто слезы лей, просто плачь, кричи. Просто ори на людей, не знаю, бей их по голове Евангелиям. Слушайте, прогневался дома владык, говорит, у меня грехов нету. За что меня наказывать? Да вот написано, не надо грехов. Ты отказываешься участвовать в трапезе Господней. Ты не участники в харистии. Тебя на пир позвали, ты на пир не идешь. Ладно бы сказали, иди работай в винограднике моем. Так же тоже сказано. Господь говорит, иди работай в винограднике моем. Ну, не хочу я работать. Не хочу трудиться. Я хочу там как раз жениться, например. Тит, иди молотить. Говорит, живот болит. Тит, иди кашу есть. Где моя большая ложка? Это понятно. Так вот, здесь уже работать даже не зовут. Идите ешьте. Все заколото, все приготовлено, все налито, все... Все, столы застелены, слуги прислуживают. Идите ешьте. Не хочу. Договорились не приходить. Вот люди отрекаются от Евхаристии, от воскресного богослужения, от постоянного пребывания в храме, от чтения Слова Божьего, от пребывания в памяти Господней. Люди не говорят о Господе, служить о Нем не хотят. И Господь, в конце концов, прогневался на этих хороших людей. Вы вообще заметили, что мы в Евангелии сталкиваемся с очень хорошими людьми? Там даже блудницы хорошие. Там какие-то блудницы, которых вообще не найдешь в мире. Они то плачут, понимаешь, то Христу ноги слезами моют, то ползут к Нему на коленях с покаянием, то вообще они какие-то хорошие блудницы. Где они, эти блудницы хорошие? В Евангелии они какие-то лучше всех получаются. И там грешники, они тоже хорошие. Там богач попадает в преисподнюю и о братьях переживает, слышите? Тут в больницу с зубами больными попадешь, и все маму родную забудешь, как зовут. Только про себя будешь думать. А там в ад попадает человек, и про родственников думает, чтобы они туда не попали. И эти вот тоже в аду живущие, тоже хорошие, занимаются сельским хозяйством, женятся, семьи создают. Но к Богу идти не хотят, слышите? Вот кошмар какой. Пусть вся вселенная это услышит, если можно. Надо еще рупоры поставить везде. Вообще мне иногда жалко, что у нас нет миноретов, православных миноретов. Не колоколин, с которых бессловесный колокол бамкает. Бам-бам. Никто же не понимает, что он бамкает. Хоть бы знали, что колокол звонит. Говорит, Адам, Адам. Где ты, где ты, Адам? Как в раю Адам от Бога спрятался. И Господь теперь через колокол его зовет. Но нам не хватает словесного призыва, чтобы мы слово слышали. Поставили бы какую-то башню, а на башне мегафон. И там бы какой-нибудь чтец или дьякон басом бы там каждый час бы говорил там «Покайтесь, приблизилось Царство Небесное, покайтесь, приблизилось Царство Небесное». Это было бы полезнее, чем колокол. Потому что колокол звучит нам приятно как бы. А что он звучит, мы не знаем. А вот слова, они будят совесть. Они пробуждают сознание. Не напоминают тебе, кто ты, где ты и что с тобой будет. Вон она, смерть ходит рядом. Возле каждого человека. А мы делаем вид, что все в порядке. И вот сегодня мы узнаем великое откровение в очередной раз. Евангелие, вообще-то, революция. Если бы люди верили в Христа Иисуса, ни одной революции бы в мире не было. Никто бы не бесновался на Майданах. Никто бы там швайки не точил, чтобы зарезать соседа из зависти. Потому что Евангелие, вот тебе и революция. Это полная перемена сознания. Не надо ничего греховного делать, чтобы Бога прогневать. Только не молись. Только откажись от молитвы, от церковных собраний, от праздников, от постов. Ради хороших земных дел. Земли, жены, валов, машин там и всего остального. И прогневавшийся Господь позвал к себе на трапезу, чтобы она не пропала, всяких, всяких, как хочешь, так и скажи. Немощных, больных, дурных, слепых, горбатых, бедных, всяких, всяких. И трапеза наполнилась возлежащими. Это мы. Это мы, коллеги, поприходившие к Господу Богу на покаянный голос, на голос Яна Претечи, на голос самого Иисуса, на голос совести. Мы приползли для того, чтобы поесть от царского стола, одеться в царскую одежду и получить от Господа великую милость. Здесь должны были бы быть в полном составе все академики Российской Академии Наук. Вот это званные. О, у них какая голова, они все знают. Физики, химики, микробиологи, всякие там не знаю кто еще. Здесь должны быть князья, цари, миллиардеры, президенты, премьер-министры, элита общества. Ими должны быть набиты храмы, потому что они все знают, все имеют, все понимают. И им Господь уделил такие дары, которые простому человеку, обычному, слесарю Вани, никогда не уделялись и не будут уделены. Но эти званные, как раз все, и не приходят. И чтобы трапеза не пропала, Господь зовет уродов, коллег несчастных, бедняков, чтобы они повылазили из подвалов своих, спустились с чердаков и пришли, поели от царской трапезы. Это мы. Слышите, ни один из мужей тех званых не вкусит мои вечери, потому что прогневался Господь. И сегодня, пока не поздно, нужно, чтобы этот голос евангельский долетел до всех этих богатых, сильных и умных. Чтобы вся Академия наук в полном составе затрепетала имени Христова. Потому что там безбожники закопались, они такие все умные, что от Бога отказались. А это им нужно, они званные, они больше всех знают. Если одного профессора в университете к Богу приведешь, этот профессор потом весь университет христианским сделает. Он один, он будет проповедовать, он будет учить, он станет агентом евангельского влияния. Но парадокс нашей жизни заключается в том, что богатые безбожны, умные безбожны, благородные безбожны и некого больше позвать, как только нас несчастных. Вот мы пришли поесть от царской трапезы. Дорожите этим, что мы заняли место царей, мы заняли место князей, мы заняли место великих книжников. Весь еврейский народ почти в полном составе отказался прийти на Божию трапезу. А они же самые лучшие, они же самые интересные, они же самые начитанные, они же самые талантливые. Это же их первых Господь забрал. Им здесь место, а их здесь нет, а вместо них мы. Вы дорожите этим, у вас есть единственное сокровище, церковь Господня. И у России есть единственное сокровище, церковь Господня. Все остальное там потом, ракеты, прекрасная вещь. Нефть, вообще чудесная, балет там, значит, там, космос, прекрасно. Но это все потом. А в начале всего, в основании, в фундаменте лежит церковь Господня. Вот бы понять бы это, полюбить бы это. Званые все, особенно крещеные, они уже вписаны в метрику небесную, уже прописаны в небесном Иерусалиме. Но избранные те, кто хочет. И вот задача вся нашей жизни, братья и сестры, чтобы не поменять Бога на грехи, это первый план работы. Может быть, даже самый легкий. А вторая задача, не поменять Бога на хорошие, но не вечные дела. На земные дела, а не небесные. На какую-то земную суету, которая имеет тенденцию полностью захватывать человеческое сознание. Полностью. И потом не остается места для Бога в человеке. И вроде бы он хороший, а Бог на него гневается. Вот такую тайну нам сегодня рассказывает Святое Евангелие. Уста вроде бы наши. На самом деле, уста самого воплотившегося Бога Слова и Иисуса Христа Господа, которому с Отцом Безначальным и Духом Утешителем слава, держава, честь и поклонение. Сегодня и всегда и вовеки. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok